Здравия, соратник! Ну, наверное, пришло время дать мир не свободную энергию, а свободную биоэнергию. Она же называется аргон, она же называется хронон и прочая микролептонная энергия. Все на самом деле просто. Та самая бифилярная катушка Теслы, она может быть конической, со скошенным верхом. Нет, просто конической. Обычная бифилярка на обычной индукционной печке. Сейчас не включаю, потому что печка шумит, но я ее включу в конце ролика. И вы сами почувствуете огромный поток мощной энергии, которая очень полезна, которая просто незаменима будет всем, кто хоть что-то знает, что такое чакра, что такое энергия, умеет работать с этим, либо просто учится. Для начала рекомендую по 3-5 минут в день включать, допустим, чайник, настаивать на этом воду и так далее. Простая бифилярная катушка. У меня сверху положено много кристаллов и несколько магнитов для того, чтобы замедлить поток столб энергии. Дело в том, что бифилярная катушка, когда на нее подается пульсирующее напряжение, немножко создает колебания эфир, но немножко хорошо. И эфир просачивается на уровень, с которого мы можем эту энергию получать. Это самый лучший генератор аргона, который я встречал. А я много их делал разных, с разными кристаллами, с разной формой катушек. Вот это еще старые эксперименты. У меня есть много кристаллов, с которыми я игрался. Так вот, кристаллы помогают выводить эту энергию на физический уровень. Но это не обязательно могут быть кристаллы. Это можно почувствовать и без кристаллов. Можно сделать аккумулятор аргона по принципу Райха. Слоеная металл, не металл. Граница сред останавливает и перенаправляет аргон. Или биоэнергию. Можно называть это как угодно. Это мощнейшая струя, мощнейший поток. Вот здесь появляется источник, родник этой энергии, который даже после выключения катушки работает 2-3 дня, в зависимости от длительности включения раньше. Но рекомендую начать с 3-5 минут, чтобы просто подогреть чайник, скажем так. Потому что если шарик долго был в таком положении, его надо начать резко накачивать, то он просто лопнет. Вот чтобы не лопнул, рекомендую начинать по чуть-чуть. И не ставить это вблизи спальни. На кухне самое то. Потому что после получения энергии очень часто нервная система не может успокоиться. Сложно заснуть. Поэтому начинать можно просто с простых энергетических упражнений. Можно шарик делать в поле этой катушки. Поле где-то от 1,5 до 3 метров. Можно просто посидеть, почувствовать. Ну, как костер. Как костерок, небольшой огонек. И если эту энергию направлять, допустим, вампирам, которые есть не только в каждом коллективе, но и едва ли не в каждой семье, то они будут меняться. Меняться в лучшую сторону. Можно многое и долго говорить о том, как хорошо и как это можно использовать. Насколько это хорошо и так далее. Какие техники лучше работают и насколько. Но я думаю, нет смысла. Я думаю, сейчас я включу, и все могут почувствовать поток этой энергии. От которой питается вот сейчас у меня 5 киловатт практически. с одной хреново намотанной катушки. Катушку я намотаю получше. Итак, поехали. Включил 1 киловатт. Работают несколько устройств. И сейчас заработает вот это. Смотрим. И чувствуем поток. Тут у меня магниты постоянные, потому что магниты могут либо восходящий поток давать, либо нисходящий ферриты. Рекомендую ферриты, потому что если это будет, допустим, железоборнеодимовый магнит, который я показывал, ну, он проработает недолго, потому что нагреется до 80 градусов в этом поле, и магнита у вас не будет. Поэтому надо его ставить повыше. Можно ставить кристаллы в магнитном поле, можно ставить органиты. Органиты тоже будут замедлять поток и энергию. Чувствуем, вот он, вот он пошел, и он очень мощный. И через полчаса поле достигнет метров 15 примерно и заполнит всю квартиру. Этого будет достаточно. Поэтому начинайте с небольшого промежутка времени. Буквально там 5-10 минут. Можно настаивать и воду. она становится структурированной, меняет свои свойства. Воду можно пить после этого. Можно просто ставить рядом. Можно брать... Не бойтесь. За один конец и второй поток воды тогда энергия будет проходить через тебя, через тело. В общем, поле для экспериментов огромное. За два все-таки конца брать не стоит, но за один можно легко. И энергия тоже идет. Идет, и причем неплохая, на очень высоких уровнях. Когда очень высокочастотная энергия сминает, уничтожает всякую... Все порчи, все присоски энергетические, вампирские и так далее. И вампиры тоже получают хорошую энергию, но они ее не переваривают. Они отваливаются. Просто-напросто. Итак, на сегодня достаточно. Это, можно сказать, первый дар мой миру. Пользуйтесь, пожалуйста. Это не свободная энергия. Для свободной энергии мир еще не готов. Это год 23-й примерно будет. А вот свободная биоэнергия, пожалуйста. Итак, можно и так чувствовать без всего, а можно поставить замедлители. Это органит, это слои органика-неорганика, проще говоря, фольга и бумага листов 100-150. И это будет тормозить эфир, аргон и заставлять его перенаправляться по сторонам. Это магниты, это кристаллы. Можно все вместе. добра, пользуйтесь и помни, воин, все только начинается. Пока.